СОВИРШЕНИЕ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО НАМАЗА В ТО ВРЕМЯ, КАК НАЧАЛСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ Абу Хурейра, да будет довольным Аллах, передаёт, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Если дали их хамад, то нельзя совершать молитву, кроме как обязательную». Поднятие взгляда вверх во время намаза Анас и Бин Малик, да будет довольным Аллах, передаёт, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Люди, которые устремляют свои взоры к небу во время намаза, должны прекратить это делать, а то поистине они лишатся зрения». Не поднимать руки во время начала намаза Абдулла Абин Омар, да будет довольным Аллах им и его отцом, сказал, «Я видел, как посланник Аллаха поднимал свои руки до уровня плеч, начиная намаз, а также совершая поясной поклон». Смотреть по сторонам во время намаза Аиша, да будет довольна её, Аллах сказала, «Однажды я задала посланнику Аллаха, мир ему и благословение, вопрос относительно взглядов по сторонам во время молитвы». На что он ответил, «Это кража шайтана, которую он крадёт из молитвы раба Аллаха». Вытягивание рук по бокам во время стояния в намазе. Сааль ибн Саад, да будет довольным Аллах, сказал, «Людям было велено класть правую руку на левую во время молитвы». Торопливость, намази и отсутствие спокойствия. Абу Катада, да будет довольным Аллах, передаёт, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Худшим из воров является тот, кто ворует что-либо из своей молитвы». Люди спросили о посланнике Аллаха, «Как же может человек воровать что-либо из своей молитвы?» Он ответил, «Он тот, кто не доводит до конца свои земные и поясные поклоны». Поднятие ступней от земли во время земного поклона. Абдулла бин Аббаз, да будет доволен Аллах и моего отцом, передаёт, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Мне было велено совершать земные поклоны, опираясь на семь конечностей, на лоб, и при этом он указал рукой на нос, кисти рук, колени и пальцы ног». Неприкасание носом земли во время земного поклона. Абдулла бин Аббаз, да будет доволен Аллах и моего отцом, передаёт, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Мне было велено совершать земные поклоны, опираясь на семь конечностей, на лоб, и при этом он указал рукой на нос, кисти рук, колени и пальцы ног. Опережать имама или совершать намаз одновременно с ним». Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение, совершил намаз с нами, а после завершения намаза обратился к нам и сказал, «О люди, я ваш имам, так не опережайте меня в поясном поклоне, в земном поклоне, и не опережайте меня в стоянии и в завершении молитвы. Поистине я вижу вас, когда стою лицом к вам и спиной к вам». Ставить руки от локтей до кистей на землю во время земного поклона. Анас, да будет довольным, Аллах передает, что Прок Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Совершая земные поклоны, держите спины прямо, и пусть никто из вас не вытягивает руки, подобно тому, как собака вытягивает свои лапы». Бежать к молитвы, чтобы застать ракят. Абу Хурейра, да будет довольным, Аллах передает, что Прок Мухаммад, мир ему и благословение, Аллаха сказал, «Если вы услышали икаму, то идите на намаз со спокойствием и не торопитесь. То, что вы застали, молитесь, а то, что упустили, возместите». Намаз без сутры Абу Саид Аль-Худри, да будет довольным, Аллах передает, что Прок Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Не совершайте намаз, кроме как позади преграды, приблизившись к ней, и никому не позволяйте проходить между вами и сутрой. А если кто-то попытается пройти, то сражайтесь с ним, ибо он является шайтаном». Лишние движения в намазе Джабир ибн Самура, да будет довольным, Аллах сказал, «Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение, вышел к нам и сказал, «Почему вы поднимаете руки подобно хвостам, что задирают норовистые лошади? Сохраняйте спокойствие во время намазов». Для присоединения к молитве ожидание имамы, чтобы он поднялся. Абдулла Абин Муафар, да будет довольным, Аллах передает, что Прок Мухаммад, мир ему и благословение, Аллаха сказал, «Кто найдет меня совершающим поясной поклон, стояние или земной поклон, то пусть присоединяется к тому, что совершаю я». Громкое произношение молитв в намазе Абусейд Аль-Худри, да будет довольным, Аллах передает, что Прок Мухаммад, мир ему и благословение, сказал, «Поистине совершающий намаз взывает тайна к своему Господу. Поэтому не мешайте друг другу и не перекрикивайте друг друга в чтении Корана или в намазе. Абдулла Абин Муафар, да будет довольным, Аллах его отцом, сказал, «Я видел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение, поднимал свои руки до уровня плеч, когда начинал намаз». Оставление полного выпрямления после поясного поклона. Аббу Хурей, да будет довольным, Аллах передает, что Прок Мухаммад, мир ему и благословение, Аллаха сказал, «Затем соверши поясной поклон, пока не выпрямишься полностью в положении руку. Затем встань с руку и выпрямись полностью». Неправильное выполнение поясного поклона Аиша, добудет довольный Аллах, сказала Посланник Аллаха, мир ему и благословение, когда совершал поясной поклон Не опускал голову слишком низко и не поднимал ее слишком высоко А занимал промежуточное положение между ними Подворачивание одежды для намаза Абдулла Аббас, добудет довольный Аллах, им и его отцом, передает, что прок Мухаммад, мир ему и благословение, сказал Мне было велено совершать земные поклоны, опираясь на семь конечностей, и не подворачивать одежду и волосы Намаз в одежде, которая не закрывает плечи Абу Хурейра, добудет довольным Аллах, передает, что прок Мухаммад, мир ему и благословение, сказал Пусть никто из вас не совершает намаз в одной одежде с обнаженными плечами Намаз там, где есть отвлекающие предметы Анас Аббин Малик, добудет довольным Аллах, рассказывал, что у Айши, добудет довольный Аллах, была тонкая шерстяная занавеска, которой она отгораживала часть своего дома И однажды пророк, мир ему и благословение, сказал ей Убери эту свою занавеску, ибо поистине, ее изображения не переставали отвлекать меня во время намаза Проходить перед совершающим намаз Абу Джухаим, добудет довольным Аллах, передает, что прок Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал Если бы тот, кто проходит перед совершающим намаз, знал, какой грех он берет на себя То понял бы, что простоять на месте 40 было бы лучше для него, чем пройти перед ним Один из передатчиков этого хадиса, Абу Надр, сказал Я не помню точно, сказал ли он 40 дней, месяцев или лет Неплотное заполнение рядов в коллективном намазе Джабир ибн Самура, добудет довольным Аллах, рассказывал К нам вышел посланник Аллаха, мир ему и благословение, и сказал Неужели вы не хотите стоять в своих рядах, подобно ангелам, стоящим в рядах перед их Господом? Мы сказали А как ангелы стоят в рядах перед их Господом? Он сказал Они заполняют первые ряды и плотно прижимаются в своем ряду Поднимать руки во время тагбира перед тем, как опуститься в земной поклон Абдулла бин Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, сказал Я видел, как Пророк, мир ему и благословение, делал открывающий намаз тагбир И поднимал руки до уровня плеч и видел, когда он произносил тагбир перед поясным И говорил Аллах слышит тех, кто его восхваляет И Господь наш И Господь наш Вся хвала принадлежит тебе Поднимай руки так же Однако он не поднимал рук перед тем, как опуститься в земной поклон И после того, как поднимал голову после земного поклона Совершение земного поклона, опираясь на землю, не ладонями Абдулла бин Аббаз, да будет доволен Аллах им и его отцом, передает, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, Аллаха сказал Мне было велено совершать земные поклоны, опираясь на семь конечностей На лоб И при этом он указал рукой на нос Кисти рук Колени и пальцы ног Не шевелить губами во время чтения Корана и произнесения молитв в намазе Зайда бин Саббит, да будет доволен им Аллах, сказал Пророк, мир ему и благословение, долго читал Кур'ан в Зухур-намазе Читая Кур'ан, он шевелил губами Несоединенные и кривые ряды в намазе Но Аман и бин Башир, да будет доволен им Аллах, передает, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение, сказал Вы непременно должны выравнивать свои ряды, иначе Аллах непременно посеет между вами разногласия Сидеть на земле между ступнями Абу Хумейд, Саиди, да будет доволен им Аллах, описывая намаз Пророка, мир ему и благословение, Аллах сказал Между ракятами Пророк садился на левую ногу и ставил вертикально ступню правой ноги Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...